Сегодня мы решили поговорить о яблоках. Говорят, этот год не урожайный. Так ли это? Сколько сортов яблок вообще выращиваются в нашей стране? И как правильно хранить яблоки? У нас в гостях научный сотрудник отдела хранения и переработки республиканского унитарного предприятия «Плодоводство» Евгений Демидович. Доброе утро, Евгений Игоревич. Доброе утро, Иван. Евгений, скажите, пожалуйста, действительно ли этот год не урожайный? Не совсем так. Это скорее пережиток прошлого, поскольку периодичность на сортах проявлялась в более ранние годы, когда они выращивались на семенных подвоях. И на данных современных садах такого не наблюдается. Бывают годы с меньшей урожайностью, бывают с большей. Но в целом все сады подносят каждый год. И какие сорта яблок выращиваются в Беларуси? В Беларуси выращиваются как наши районированные отечественные сорта, которые были выведены нашими селекционерами, так и зарубежные сорта, которые представляют ценность производства. И в зависимости от того, где они выращиваются, в частных хозяйствах, либо в государственных, поэтому и структура немножко играет в зависимости от этого. То есть госпредприятия обычно ориентируются на белорусские сорта, а уже частные производители, вольные выращивают то, что они хотят. А вот сколько сортов яблок выращивается в Беларуси? Всего порядка наших районированных около 45-48 штук, то есть которые уже были у нас выведены. Плюс это, конечно, старые сорта, которые нам достались из Советского Союза, и, конечно, уже промышленные сорта, которые разделываются по всему миру, известные по всему миру. Хорошо. А какой сорт, например, для чего лучше подходит? К примеру, из одних яблок можно делать, я не знаю, варенье. Или сок, там есть такое, да? В основном у нас плодоводы делят их по срокам созревания, раннее, среднее и позднее. И в основном, то есть основным мерилом является то, когда их едят. То есть на детское питание, там, пригодные сорта с более низкой кислотностью, с высокой сахаристостью, на соки в зависимости от их сокодачи уже делят сорта. А какие самые большие ошибки совершают садоводы-огородники, типа меня, на своих приусадебных участках при выращивании яблок? Часто люди просто сады не обрабатывают и думают, что... Яблоко не так вырастет, да? Ну, это как по старинке, ну, конечно, да. Да, но, к сожалению, мы имеем проблемы. Проблемы в частных садах, проблемы в производственных. Поэтому необходимо на критических моментах, таких как сразу выход распускания почек, выход яблони в состояние покоя проводить обработку желательной. Значит, потом цветение, тоже такой критический период для... И уже по росту плодов одну-две. Хотя бы обработки для среднего, грубо говоря, дачника четыре за сезон проводить, чтобы качество яблок было на... Чума! А я... А мы только белим их? Мы только белим их! Ну, да. Ну, иногда что-то обрезаем, там, какие-то ветки сухие. Да, и белим тоже. Белят в основном с осени и на зиму, чтобы мне здесь появилась края. Они наоборот, как у нас белят с весны, вот, для декоративных целей. А чем лучше обрабатывать вообще деревья? В зависимости от того, как человек ведет свое хозяйство. Некоторые используют химизацию активно, некоторые не используют. То есть, если довольно такой, так сказать, уже проверенный препарат, как медный купоросософос, вот это хорошо обрабатывать в начале весной и поздно осенью, чтобы не было инфекционного фона. Среди сезона хорошо применяются контактные системные препараты, если химические, вот, исчередовать. То есть, есть, ну, в основном, есть зарубежные препараты, есть наши препараты, есть биологические препараты. В частности, вот сейчас находят активное применение в садоводстве. Вот мы разрабатывали вместе с институтом микробиологии экосад против плодовой гнили, против гнили хранения, вот, особенно перед уборкой урожая. Еще вопрос. Скажите, как сделать так, чтобы яблоко, после того, как его сняли, дольше хранилось? Ну, это тоже, во-первых, подобрать хорошие сорта, которые будут Лешки. Это сорта позднего срока созревания. Вот, ну, такие вот у нас есть, там, Иммант, есть Зорка, есть Веселина, Олеся, которые такие, ну, довольно производственные. Хорошее название. Да, да, да. То есть, так все зимние сорта, такие, как, например, зарубежные, там, Шампион, там, Джона Голд, вот, они тоже хранятся долго. Во-первых, это должен быть сорт, который лежит. И важно подобрать время сбора, потому что чем оптимально подобрано время сбора, тем лучше яблоко будет лежать, лучше у него будут вкусовые качества, и меньше оно будет терять влаги, и меньше, и лучше хранится. Ваше любимое яблоко? Ну, вот я, например, не очень люблю Антоновку, наверное, больше люблю белый налив, так по старинке. Какое ваше любимое яблоко? Все-таки более сладкое или более кислое? Прямо такое любимое. Мне лично нравится сорт, есть такой сорт память сикоры. Вот, он такой небольшой, но... Еще раз, как называется? Память сикоры называется. Память сикоры. Вот, и получается оно небольшое, но очень вкусное, вот, особенно уже ближе к весне. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за такой подробный рассказ. Да. Ну, а мы напоминаем, что у нас в гостях был научный сотрудник отдела хранения и переработки республиканского унитарного предприятия «Плодоводство» Евгений Демидович. ПОДОЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОДОЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОДОЛЬНАЯ МУЗЫКА